Тема моего урока будет очень такая простая, но при всем это будет интересно. Мессианская история и церковь. Мессианская история и церковь. Общее мнение христианского мира вообще состоит в том, что история церкви начинается с работы Павла в Антиохии, что Равшау, Павел, так и придерживаются еврейские и иудейские источники, что он является начинателем христианской церкви. Но я буду немножко еще дальше идти в глубину. Я хочу, чтобы мы посмотрели несколько моментов, которые предвестовали начало общины, мессианской общины в Палестине в то время. Хорошо? Даниил, возьмите, Руську я тебе приготовил. Я видел, что ты так аж разочаровался, что у нас нечем писать. Ничего, Бог выходит навстречу. Итак, я хочу немножко начать с того, о том, о чем Бог заранее предусмотрел. И Писание говорит о том, что пришла полнота времени, когда Господь Самогущий ввел Сына Своего в этот мир. Полнота времени, то есть это время, которое было приопределено Богом, чтобы ввести Своего Сына в этот мир. И это время очень уникальное, потому что об этом времени говорилось заранее. И если это было заранее сказано, то мессианская эра, как Бог говорит, такая, ожидание Мессии не началось с того времени, когда Ишуа пришел просто в этот мир и было объявлено, что вот мы нашли Мессию. Как Андрей говорит, пришел к Петру, да, и говорит, я нашел Мессию. Не с этого момента начинается. Намного-намного раньше. И мы должны эти места Писания, практически, ну, большинство, знать. Хотя они интерпретируются многими иудейскими общинами иначе, чем мы их видим, как видела их первая община, то давайте мы посмотрим их. Начнем с Божьего обещания, которое Бог давал Моисею. Моисей сказал о Мессии, как о пророке. Это второзаконие, 18 глава, 15 стих. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой. Его, слушайте, я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, вложу слова мои, уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, который порок, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Интересное послание, которое дает Моше еще до того, когда, знаете, вот Израиль образовался как народ. До того, как они вошли в обетованную землю, уже заранее Бог предсказывает через тонах, через тору, через заповеди свои о том, что необходимо будет слушать пророка, который Бог даст. И чаще всего, конечно же, это местописание к свидетельству о том, что должен прийти Мессия. Мессианская эра начинается практически с падения человека, когда Бог говорит о том, что он пошлет им в Спасителя. Ожидание это было очень сильное. Например, Захария 6, 12 стих говорит так, «И вот муж, имя ему отрасль, он растет из своего корня, создаст храм Господень, он создаст храм Господень, примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Здесь Захария говорит о пророческом слове, что он будет и владыкой, и также будет священником, что подтверждает послание к евреям, что он был священник по чину Мелхиседека и фактически царь Мессия. Это царство, оно уникально, потому что в нем созидалась оппозиция владыки и мессии. Владыка как царь и мессия как избавитель. Об этом часто говорят иудейские мудрецы, о том, что мессия произойдет, как из дома Давидова, мы знаем пороческое слово, также будет мессия страдающий и мессия властвующий из дома Давида и из дома Иосифа. Это важная часть, потому что зачастую люди из иудейской сферы, которая религиозна, они ссылаются на мессию как царя, как победителя, тот, кто принесет мир в дом Израиля, где Израиль уже не будет в угнетении, где должен быть полный мир, и этого они ожидают. Ожидание мессии было очень давно, еще до сотворения первого храма. И во времена уже второго храма мы знаем, что тоже были даны многие пороческие слова. До создания храма Бог говорил Давиду о мессии, «Клялся Господь Давиду в истине и не отречется от нее, от плода чрева Твоего посажу на престоле Твоем». Псалом 131. Он говорит об этом. Я хочу подготовить ваше мышление о том, что мессианская община, либо как бы, то говоря, как церковь, не началась просто в деяниях апостолов или же уже в миссии Павла, Равшавула в Антиохии, где они первый раз были названы христианами, сама подготовка к общине мессианского, мессианская история общины начиналась задолго-долго до развития именно вот то, что происходило в деяниях апостолов. Фактически мы понимаем, что само христианство по себе, оно имеет корни свои в иудаизме, глубокие-глубокие корни иудаизма. Они, конечно, потом были немножко разъединены, но в сущности мы понимаем, что иудаизм во времена Ишуа был намного отличающий от иудаизма сегодняшнего времени. Иудаизм трансформировался. Это была иудея-палестинская, не палестинца, а земли, как называлась Палестина, Римской империи. И благодаря иудейскому присутствию, иудейскому расположению в развивающей мессианской общине, мы имеем те постулаты, те, может, законы, то управление, которое мы черпаем глубоко из иудейской сферы жизни. Все, я уже повторяюсь, все общество евреев, иудеев, они ожидали мессию. И слово «мессия» на греческом языке означает «Христос». От того слова «Христос», «Мессия» ожидаемый был. Что интересно, что повлияло именно на ожидание, сильное ожидание мессии, это рассеяние, которое было в Израиле после первого храма. Что возвращение обратно было связано с каким-то ожиданием пришествия мессии и избавления, восстановления царства израильского и так далее. И возвращение и вавилонского пленения, да, принесли изменения в структуру Израиля самого. В то время уже определилось такое понятие, как синагога. Хотя это греческое слово, вполне греческое слово, но мы называем «бэткнесет», это «дом молитвы». Но в то время уже мы используем слово «синагога», где учителями Торы или же преподавание культуры Израиля и присоединение к заповедям Господним ишлось через учителей, то есть раввинов. Учитель, раби – это учитель. И, конечно же, было две системы. Одна система была поместная, где находились синагоги, да, где приходили люди в субботнее служение и объяснялась Тора, привлекалась к соблюдению заповедей. И вторая часть, это была ритуальная часть, это когда приходили на праздники очищения, приносили жертвы. Вот как бы такое двоякое расположение. Что интересно, когда Александр Македонский захватил в то время мир того времени, о нем было пророчески сказано задолго до его прихода. И большинство ученых, они расположены к тому, что именно этот захват Александра Македонским, фактически того мира, который и ввел в этот мир позицию греческой культуры, греческого языка, еленизма такового, да, это предшествовало фактически и распространению потом и Евангелия. То есть, услышьте меня, пожалуйста, правильно. Бог, заранее видя, что Мессия должен будет войти в этот мир и быть не только спасителем для Израиля, но и всего мира, как это было сказано о Мессии, что Он спасет весь мир. Понятно, да? И нужно было предшествие что-то, должно что-то измениться в целом мире, чтобы это слово о Мессии распространялось по всему миру. И иначе, можно сказать, на еврите или же, может быть, на арамейском не разговаривал бы весь мир. Но греческая культура, которая поработила фактически полмира на то время, она способствовала развитию культуры, в которой находились евреи. Мы знаем также потом восстание Маковеев, которые боролись против еленизма такового. Но на самом деле еленизм невозможно было побороть, потому что евреи в то время уже были в рассеянии. Они уже были в рассеянии. То по причине, может быть, изгнания по рабству, как было вавилонское изгнание, да, и по причине торговли, по причине развития, может быть, экономики мира. И евреи в то время располагались в больших регионах, может быть, вдоль, ну, можно сказать, Северной Африки, вот части Синеземного моря. Уходили в сторону Греции, сегодняшней Италии, Испании, это основная часть евреев, где располагалась. Была хорошая торговля. Но также понимаем, что и Ближний Восток, Дальний Восток, может, точно они были в Советском Союзе, они уже расположились там. Но Ближний Восток также был место, где располагались евреи. А одно из предположений, что 10 колен, которые после захвата, они так и не вернулись обратно в землю обетованную, и где-то были ассимилированы среди Пакистана, Индии или же других мест. Вот примерно в то время в Римской империи, вот во времена, вот, до Рождества, до рождения Мессии, было около 50 миллионов людей. Примерно около 50 миллионов людей Римская империя насчитывалась. В ней, как в диаспоре, вот, жило около 4 миллионов евреев. И концентрация еврейского общества находилась, это в северной части Египта, Риме. И там проживало около 10 тысяч евреев в Рассейне. В Рассейне. Да, 10 тысяч. 10 тысяч примерно в Рассейне было. Это одна шестая из всех жителей Римской империи. А? 4 миллиона всего евреев, но одна шестая из всех жителей Римской империи, которая в то время была. Но удивительно, что где бы ни были евреи, они всегда организовывали свою диаспору, как и фактически до сегодняшнего дня. И каждая культура, каждый народ, он организовывает свою диаспору. Хотя очень часто они ассимилировались среди народов и языков культуры, где они были, но все равно они придерживались каких-то постулатов, которые были даны отцами, это были законы, но они все равно держались вместе. Римляне, они были, много божьей, была как бы частью их жизни. Но на самом деле, если так брать то время, почему мы говорим о времени, которое Бог определил, когда пришла полнота времени, и Господь привел Мессию в этот мир. Почему мы говорим полнота времени? Потому что в то время, при своем идолопоклонстве, может быть, народов, и Римская империя, хотя имела много божьих, разные боги, с разной философией, с разной позицией, на самом деле, они даже смеялись над своими богами. Другими словами, часть римского управления была какая-то религия. Но больше всего римляне склонны были более к восточному многобожию. То есть, например, поклонению солнца. Как императоры, они брали этот титул, статус, как бы что-то солнце. И кто-то, женская половина, больше как кастарти, другим, это, бавилонским богам. Хотя при всем этом было, мы знаем, что и Зевс, и всякие другие мистические, греческие боги, над ними сами римляне смехались. Поэтому культура Римской империи, многобожья, она теряла в себе силу, чтобы управлять. И это помогало другим народам иметь свое выражение, привести в римскую культуру, где они жили, исповедание своего народа. Понятно, нет? Другими словами, если евреи жили отдельно в очертаниях, например, Рима, в поселениях, они вносили в свою культуру, и там, где они жили, очертания еврейского образа жизни, синагоги и самослужения, порядка и так далее. Поэтому они делали такой, ну, долгий путь на паломничество, на храмовое служение. Три раза в году они должны были приехать. Три раза в году. Какие эти праздники, на которые должны были приехать евреи, обязаны были приехать в Иерусалим на поклонение? Мы считаем это. Это Пасха, Песок, потому что должны были все приехать. Дальше что мы видим? Шаваот, это День Пятидесятницы. И последний? Суккот. Это праздники, которые очень важны были для еврейской культуры. И по этой причине они приезжали. На три праздника, которые евреи в России не должны были приезжать в центр, это в Иерусалим, на храмовую гору на поклонение. Это праздник Пасхи, Песах, это Шаваот, это День Пятидесятницы, Шаваот, Шаваот. И Суккот, праздник Кущей. Абсолютной власти в то время в Римской империи имел император. Сенат и Республика, будем говорить так. Я понимаю вот такой вот расклад, который был принят еще как бы от Македонского, который помог греческой культуре практически потом продвинуть Евангелие. Потому что большинство того мира говорили на греческом языке. на греческом языке, чтобы вы понимали. И это было очень большое поспорье. И то, что мы имеем на сегодняшний день, самые ранние манускрипты были написаны на греческом языке, которые дошли до нас. даже, даже, будем говорить, Тора, цептуагида, была написана на греческом языке для того, чтобы евреи диаспоры могли изучать Тору. Это очень важная тема. она была переписана, была распространена. Сами римляне представляли собой весьма разнообразные племена. Когда говорили Римская империя, они из себя составляли разные племена. Разные племена. Если мы знаем историю, то римские римляне дошли до Великобритании, где совсем не были итальянцы или же греки. По сути, Римская империя составляла из себя очень разнообразные и разношерстные племена. А это означает, что они вводили разные культы, разные культы, разные вероисповедания, разную культуру. Но соединяло их римское право римское право, что упиралось на религиозные столпы. Как я уже заметил, что римляне по себе были под влиянием греческой культуры, которая зародилась за много лет до рождения Мессии. даже такой, как Орегон, один из отцов церкви, говорил, что это было Божьим проведением, что вся римская империя говорила на греческом языке. В религиозном отношении империя представляла собой смесь разнообразных культур. которые были взаимозависимыми. Такое понятие было синкретизм. Это было понятие такого, что веротерпимость такая. это веротерпимость. Да, терпимость к разным религиям. Однако религия никогда не рассматривалась римлянами как частное дело каждого гражданина. Никогда. То есть хочешь себе верить так, хочешь так, хотя было много исповеданий разных, веротерпимость, пимы были к разным религиям, но никогда они не говорили о том, что вот ты хочешь так верить, значит так. Все равно была позиция древнего Рима в том, что вполне реально религия является функцией, религиозное общество является функцией управления всей нацией. Всей нацией. это не было правом индивидиума, это было право нации. Что интересно, в Риме существовали все культы побежденных народов. в Риме находились все культы побежденных народов. И греческие культы были мало привлекательны для самого Рима. Потому что если посмотреть там со времени Александра Македонска прошло очень много времени. Мы смотрим как сейчас одно поколение уже мышление людей меняется. Буквально недавно мы говорим о том, что была война и был запрет например на использование химического оружия. То сегодня уже об этом забыли. И когда у нас экцидент такой произошел в Сирии сегодня люди стали гуманистами. Хотя говорят нельзя использовать это используют. Но давайте подумаем стоит ли нам наказывать или не стоит наказывать. Было запрет. Но гуманность так же и в римском легионе богов греческие боги сами по себе не имели сильной привлекательности самих римлян. Поэтому они были склонны больше идти на восток, где именно культы божества были очень сильны. например, в Италии был культ Кибелы великой матери богов. Очень сильно было кибелы. да, кибелы. С ней было связано культ Атиса. Культ Атиса это греческое такое название. Сирийский культ Ваала очень был сильный. Поклоня Ваалу. Настолько сильно, что даже он в Израиле смог проникнуть эти все культы. Да, в Сирийский. Персидский культ Митры. Слово Митра. Да, такое очень известное. Он до сих пор еще есть. Очень серьезно. Митры. Да, Персия, да. Ну, опять же, Персия, Индия, мы будем это все как бы одно связано с другим. Митра. Атис. Атис, Ваал. Это тоже было связано с Италией. Это Греция. Склонялись, конечно, все склонялись к этим божествам. Я сейчас объясню. Например, Ассида, богиня Павлодородия. Да, вот это все-таки истукана идолы, да, будем говорить так. Это была богиня Павлодородия. Ассида. Греция. 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 Кто ее сделал, я не знаю, честно. Кто ее там пилил от какой-то скалы, я не знаю. Но знаю, что это был большой, такой культ большой. Мы знаем, когда Павел пришел и проповедовал и в Афинах, да. И был какой культ? Нет, нет. Не Юпитер это одно. А потом, когда он в Ефесе, что было в Ефесе? Артемида, это назвали Артемида, другое ее название? Астарта, Иштар. Это все связано именно с восточными. были богини, вот туда же входит богиня Ассида, вот это все. То есть богиня неба по плодородию и так далее. Это одна часть. Потом было такое поклонение Диониса, бог виноградия. А сейчас, да, даже у нас возле Мэрии там есть пару богов греческих. Очень часто смотрю на это все и удивляюсь. Дионис. Культ Дмитрия это божество Бога, ой, не, солнце, божество солнца, Дмитра, да. И чаще всего это как бы мужчины, они как бы больше поклонялись солнцу, и это немножко повлияло потом на развитие христианства и в искаженном виде, как мы называем, когда начались перемены и изменения и всякие реформы отделения от иудаизма и того подобия, то есть началась император приравниваться к божеству, то есть они к солнцу. А остальные большинство культов осиды, мы говорим эфесской, богини, там это больше основы к женщинам, привлекало это через свои оргии, своей безнравностью и так далее, и так далее, то есть атмосфера того времени она была распадническая такой. Ну, мы говорим не полный разврат, но разум человека впадал в различные искушения, как послание Кривна пишет, что они отвергнув Бога, были в своем превратном уме, они суетились, они взяли природных действия, изменили все это, заменили. То есть вопрос идет в этом, что в то время весь мир, начиная от Александра Македонского, уже впадал в эту глубокую депрессию и вакуум Бога, искупителя. Каждый искал себе поклонников, приносили жертвы, приносили культов, и этот мир, он ожидал избавления. Все стремились к сопровождению таинских обрядов, ритуалов, обещания бессмертия, обновления всевозможных, знаете, вот эти все легенды. наряду с разгулом плоти противовес ему ишло чаще всего большую аскетизм еще тоже ишел, очень сильно тогда был. Один из таких движений, это было даже евреев были у нас эссеи, эссеи, такое движение эссеев, это было практически тектантское такое движение, хотя было принято у евреев, отделение, аскетизм такой, это уже еще было во времена мессии и до него и все это вот даже в еврейском ключе, когда были фарисеи, эссеи, саддукеи, они в сущности своей аж приготавливали путь мессии, понимаете, да, у них внутри ожидание исполнения пороческих обещаний двигало их к каким-то определенным вещам, например, эссеи, они отделяли себя от скверны этого мира, они ходили в белых одеждах, они воспитывали детей, они не женились, то есть как бы вот думая, что они настолько осветятся, что это освещение привлечет Бога и мессия придет, да, фарисеи же тоже самая свою очередь, они учили, они имели школы, они говорили о святости и они давали десятины всего исполнения закона и Ишу об этом говорит, что вы налагаете на людей неудобно носимые бремена, сами не входят, то есть сами не можете их до конца исполнить и другими даете войти, вот понимание такого, то есть в этот момент в Римской империи образовался такое состояние ожидания мессии и чем больше себя наказывать или делать какой-то закон исполнения, то мессия придет, вот-вот-вот, хотя и на сегодняшний день, я буду говорить о истории, это вещи, повторяющиеся в течение многих сотни лет, эти некоторые вспышки такого ожидания, они были, философия и нравственность в то время, они в Римской империи заключались в взглядах Аристотеля и Платона, живших в четвертом веке до Рождества Христова, до нашей эры, это формировало именно тот мировоззрение, в чем это заключалось? Были несколько школ в то время философии, была школа Эпикура и Зенона, Эпикур, Эпикурейцы, 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 богов земной земной диле, но и даже в странах перед ними ситуациях. Другими словами, вот эта школа была такая Эпикурейцев, они говорили, наслаждайся плотью, извращение полностью плотью, и высших богов нету. Никого больше, понимаете, да? суть, как на сегодняшний день мы говорим, это полный атеизм. Полный атеизм. Та же самая история, и, можно говорить, буквально недавно еще, проходящая через коммунистический, социалистический такой строй. Полный атеизм. И что богов нету. Абсолютно. А стойки считали, что миром правят слепые безрассудно действующие силы судьбы. Рок. И человек должен достичь совершенного самообладания. Говорит, вы все боги, да? Мы все можем лишать свою участь. И фактически философия становилась религией. Императоры брали эту философию и использовали как силу власти. идеи Платона очень часто поднимались и в христианском образе мышления. В то время мораль в Римской империи имела великий упадок. Я не буду говорить пока. У нас не класс философии. Нравственные устои Рима были в полном упадке. Почему я говорю об этом? Например, смотрите, помните, иудеи подошли к Ишу и говорят, пожалуйста, сделай ему это, исцели дочь. Помните, он построил нам синагогу. Какой римлян будет строить синагогу? Нет, ну не совсем. Мы говорим о приемленности разных культур и религий в Римской империи. Понимаете, склонность была к каким-то движениям. И иудейское мировоззрение об одном Боге и поклонение ему привлекало очень многих. Например, даже тот сотник, который мы говорим, потом, когда Петр пришел к кому? Корнилию. Да? И Корнилий, кто такой Корнилий? Римский? Ну, сотник, или там, полководец, военный. При всем этом он получил в сновидении от Бога какое-то направление. Говорит, иди пошли тому-то, тому-то, он тебе расскажет путь спасения. Секунду, на каком основании? Он не был частью еврейского народа, никакой синагогой не ходил, непонятно, что было. То есть, история умалчивает какие-то моменты, но суть-то, на каком-то основании Бог открывается Корнилию. Ну, послушайте, на каком-то основании Бог открывается, и тебе Павел говорит, что приходящий Богу должен веровать, что Он есть. Значит, у Корнилия было основание, что он верил единому, одному Богу среди всех этого распленного мира, он верил Богу иудеев, и к Нему обращался. Если он к Нему обращался, значит, он каким-то образом соприкасался с ними, иначе нельзя было узнать об этом Боге. Откуда он узнал об этом Боге? Евангелия не было. И послания Петра, Павла, Иоанна, Якова не было тогда. На основании же, наверное, Слово Божие, то есть Торы, которое имело проповедников во всех городах, как Писание говорит. Это Деяние апостола, 15 глава. Ибо, если ты хочешь узнать больше, то иди узнай. Видно, у него было соприкосновение с учителями Торы. И это его зацепило. Как Евнуха, который из Эфиопии. Он читал Исаию. И вдруг ему нужно было откровение. Он читает, и он не может понять, но он понимает, что это очень важная тема, и Бог посылает к нему апостола, чтобы он ему изъяснил. Понимаете, эта суть-то как бы, то есть я хочу показать вам мир, ну, как бы сказать, до пришествия Мессии. То, что бы располагало. И евреи ожидали Мессию. Этот мир ожидал Мессию. Поэтому весь этот порядок и вот в этом Римской империи начинался вот с того, что приготовил путь для Мессии. И этот путь начался с, вот я говорил, с Александра Македонского. Фактически мы можем сказать, что мессианская община не началась после нашего от. Да, вот, как бы, любят говорить, день Пятидесятницы родилась в церкви. Была предыстория, предыстория, которая раскрыла силу и начало мессианской общины. мы это видим в деяниях апостолов. Деяния апостолов нам конкретно говорят о том времени, когда начала действие маленькая группа уверовавших евреев, и эта группа ничем не отделялась от других евреев, кроме одной части. они уверовали, что Ишуа определенно тот мессия, который был обещан через священное писание, потому что они этого ждали. Деяние апостолов делится на две главные темы. Первая тема с первой главы по 12 это образование мессианской общины, это образование мессианской общины. Из 13 по 28 идет речь о распространении благой вести в диаспоре и привлечении неевреев к вере. За что они имели сильное гонение за эти действия. Хотя я вам скажу так, что для меня это удивительно, потому что Матфея говорит о том еще, что вы идя по всему миру находите одного человека, обращаете его, налагаете на него заветы или законы и он становится хуже, чем вы. Вы радуетесь этому. Поэтому само слово обращение просолит это было приемлемо среди иудеев. Это была нормальная вещь. Поэтому гонения мы увидим в первой апостольской общине, они не начались сразу, они начались позже и очень сильно увеличились по причине массового обращения неевреев к вере путем принятия Ишуа, где противовес иудейская позиция была чтобы обращение в закон Моисея. Вот где была самая большая проблема. Мы знаем, что в 12 главе Деяния апостолов в Антиохе первый раз ученики начали называться христианами, то есть используя греческое слово. Если так брать, то евреи не только говорили на арамейском языке, которое было присущно для Ближнего Востока, но они также говорили на греческом языке, потому что это был язык империи в то время. Это уже была норма в жизни. Если восстание Маковеев, которое было за 300 лет фактически до Рождества Мессии Ишуа, то тогда уже греческая культура сильно была распространена. И многие евреи, которые были еленами, то есть еленистами, которые имели образ одежды, культуры, имели более греческие, они приходили, и тогда была борьба. Мы видим об этом и в Денье Апостолов. Мы видим, что идет очень важная позиция в 15 главе. Денья Апостолов относительно что делать с неевреями, которые обращались в Мессии Ишуа. Что с ними делать? Очень роковая и важная позиция для образования мессианской общины, о которой было сказано еще задолго до пришествия Ишуа мессии. Ишуа мессианской мессианской visits .